Ежегодно 1 марта проводится День защиты детей в чрезвычайных ситуациях. Суть проведения таких мероприятий, которые сегодня повсеместно прошли во всех средних школах и учреждениях образования города Минска, прежде всего отработать действия администрации объекта в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Задача, основная которая лежит на администрации школ, это эвакуировать всех детей, чтобы опасные факторы чрезвычайной ситуации им больше не угрожали. Все остальное сделают профессионалы-спасатели по прибытию. Мы сегодня отработаем эвакуацию в одном из учреждений образования, посмотрим наглядно, как это все происходит, для чего это все делается, и посмотрим на те нюансы, которые могут возникнуть в ходе этих мероприятий. Также в этот день проводится обучение для самих детей, основам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. Именно ватноматная повязка является одним из простейших способов защиты органов дыхания в чрезвычайных ситуациях. Поэтому для приготовления этой повязки нам понадобится марля, вата, линейка и ножницы курица, на которую мы укладываем вату. Обратите внимание, толщина ваты должна быть один сантиметр. И располагаем ее посередине нашей марли. Затем мы аккуратненько выполняем следующие действия, закладываем их со всех сторон. И оставшиеся концы марли мы развязаем посерединке. Для того, чтобы потом завязать. Таким образом у нас получилась повязка, которую изготовили мы в кучу в краткое время, поэтому я вам предлагаю выполнить это сейчас и настоятельство. И обязательным условием является смачивание. Ребята, сегодня отрабатываем защиту органов дыхания от отравляющих веществ. Значит, напоминаю еще раз вам порядок надевания противогаза. По команде газы вы набираете воздуха легкие, закрываете глаза, открываете сумку с противогазом, надеваете противогаз, делаете резкий выдох. Секундомер выключается по последнему. Понятно? Внимание! Газы! Тренируйтесь, тренируйтесь! Отрабатывается примерно следующий сценарий. Условно возникает чрезвычайная ситуация в учебном заведении. И по условному сигналу, как правило, это школьный звонок, особо длинный, администрация школы начинает сбор всех учащихся на улице. То есть проводит непосредственно полную эвакуацию из здания школы всех учащихся и педагогов. После этого, когда проводится эвакуация, если есть необходимость, в случае реальной чрезвычайной ситуации, педагогический состав должен принять меры по первичному. Либо тушению пожара, либо ликвидации этой чрезвычайной ситуации, имеющейся силами и средствами. Если это возможно, неудиво. Товарищ начальник гражданской обороны, класс 10-й, в股енции, в полном составе. Количество вакцин двух человек. Учитель математики и Сергияна Арсеньевна. Спасибо. Товарищ начальник гражданской обороны, 10-й класс, в полном составе. Эвакуировать. Товарищ начальник гражданской обороны, 11-й, в пленции, в классе. Состояв 18-ти человек эвакуировать. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...